Прежде чем перейти непосредственно к критике скептицизма, скажем несколько слов о псевдокритике. Увы, анализ философии и последовательного сомнения, мягко выражаясь, далеко не всегда отличается корректностью. Абсолютно согласен с этой позицией, кстати, да. Критики, пускай в кавычках, скептицизма обычно критикуют не сам скептицизм, а то или иное неверное о нем представление. Абсолютно согласен, так и есть, да. А то или иное неверное представление, не согласующиеся с учением перона, дефис-секста, эмпирика. Чаще всего неправоверно и ошибочно отождествляют скептическую афазию с отрицанием. Согласен, такое бывает, это неправильно, этого не должно быть. Скептицизм не есть отрицание, это очевидно. Ну то есть, если человек даже, который критикует скептицизм на этом уровне, спокойно начатом. В общем, на этом уровне критикуют, ну просто, ну типа, пошел вон, как бы, как говорится, с пес и ногой его. Во многих философских или околофилософских источниках скептицизм определяется как учение, нечто отрицающее. Это да, это неправильно, это ужасно. Ошибочность подобных определений легко выявляется на основе произведений секста эмпирика. Это тоже правда очень легко, причем не нужно читать большие произведения. Я вам более того покажу сейчас опять, сколько нужно прочитать. Второй же там вроде, да, вроде же второй, да. Никогда, никак не запомню. Да, три книжки перроновых положений, 207-я страница. Ну вот мы все-все вот это вот плохое проявляем. О, гороскопы против музыкантов. Это все пропускаем, вот досюда, да, получается. Вот досюда. Во, короче, сейчас. Ну немало на самом деле набралось. Вот, 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 вот. Вот столько. Вот смотрите, вот столько надо прочитать, чтобы понимать скептицизм. Это три книжки перроновых положений. Три, блять, книжки перроновых положений. Это даже не половина второго тома. Вот, вы читаете вот это вот, вот это вот читаете. Все, все, как бы, больше ничего не надо. Остальная критика и к делу отношение имеет довольно опосредованно. То есть все вот эти вот против ученых, против лингвистов, против там вот всех остальных, вот это все, как бы, просто можно даже не читать. Чисто для любителей, так скажем. Другое ошибочное мнение, связанное с тем, что последовательный скептицизм смыкается с агностицизмом. Есть такое. Или конкретнее. Крайняя форма скептицизма, агностицизм, советский энциклопический клаварь. Да, это кринж, действительно. Секст-эмпирик придавал этому моменту принципиальное значение высочайшими философиями. Он признавал только три. Догматическую, академическую, в кобочках, агностическую. Ну, академическую не то, чтобы агностическую. Там своя интересная форма тоже была. Ну, там не совсем воздержание от суждений, там вероятностные суждения делались. Ну, там речь про вероятность ушла, что самое главное. Что и разительно отличает абсолютный скептицизм от так называемого академического скептицизма. То есть, один говорит про вероятность, и другой говорит про просто воздержание от суждений. Догматики, аристотелики, эпикурейцы, стойки, да вообще все остальные утверждали, что нашли истину. Есть такое. Академики Аркисила и Корниат заявляли, что воспринять ее невозможно. Нет, хуй их знает. Они про вероятности говорили. Особенно Корниат про вероятности говорил. Ну, да ладно. Ищут же скептики. Секс наставил, что тезис «все наши суждения ложные» столь же несостоятелен, как и тезис «все суждения истины». Есть такое. Ведь объявить все суждения ложными значит признать истинность самого этого тезиса. То есть, признать, что как минимум одно суждение не ложное. Есть такое. Правильно. Еще одна из ошибок, связанных с неверным пониманием существа скептицизма, зыждется на отождествение скептицизма и релятивизма. Причем эта ошибка не столь явна, как предыдущие. Моя последующая задача будет заключаться в том, чтобы показать, что скептицизм не способен к релятивизму, как не способен он вообще к любому, даже относительному, позитиву. Скептицизм – гласилогическое оружие, а не практическое мировоззрение. Ну, это хуйня уже. Очевидно, что абсолютные скептики использовали скептицизм как мировоззрение практическое. Приветствую, банкоманат. И скептицизму много еще следует неожиданно. Этика, например, может следовать скептицизму. То есть, мы ее не принимаем как догму, но она может следовать. Вот мы воздержались от определенных суждений, из которых что-то идет. Да, и теперь мы свободны делать некоторые действия, которые нам запрещалось делать в других ситуациях. Мы можем проверить, а работает ли, вот если мы будем этически поступать так или как-то по-другому. Вы начинаете сомневаться, с одной стороны, эта свобода освобождает вам практическое мировоззрение и дает вам позитивную философию, кстати. Этическую, по крайней мере. Более того, скептицизму, да, как гносиологическое оружие, он действительно имеет такую функцию гносиологического оружия, это правда. Но основная проблема здесь заключается в том, что все, что не связано с истиной и познанием, скептицизму открыто. Ну, например, философия понимания. Это уже мой проект. Философия и следующее мнение и так далее, так далее, так далее. То есть мы здесь оказываемся в ситуации, когда скептик может заниматься такими вопросами, которые тесно не пересекаются с вопросом об истинности. Например, вопросами о понимании. То есть знание и понимание это разные вещи. Ну и, соответственно, пониманием скептик заниматься может. Потому что понимание не всегда есть суть некое знание. Точное, истинное, абсолютное и так далее. Понимание может подвергаться сомнению и может являться стремлением к пониманию. В этом никакой проблемы в понимании на самом деле нет. Бесконечность интерпретации существует в германефтике очень давно. И поэтому со скептицизмом это все очень тесно переплетается. И каких-то особых проблем скептик не испытывает при исследовании всевозможных позитивных вопросов за пределами вопроса об истине. Ну, поехали. И действительно, действительно парадоксально. Вот только что то, что я написал парадоксально. Но Перрон создал такое философское учение как раз для решения определенных практических задач. Вообще неизвестно для чего он его создал. Но может быть для решения практических задач, допустим. В то же самое время скептицизм, созданный для решения этических проблем, упразднил саму этику. Восклицательный знак. Почему же? Как же? Как же он ее упразднил? Статья по критике скептицизма. Сейчас думаем, как ее, в общем-то, рассмотреть. Смотрите. Как же он ее упразднил? Напомню, что Перрон, ну, судя по всему, жил обычной, достаточно непримечательной жизнью. Хотя в некоторых анекдотах это показывается как наоборот. Он от всего воздерживался и ходил такой весь апофатичный, вот такой, как зомби. Да, но многие, наоборот, говорят, что не ходил. И, наоборот, подстраивался под общество, окружающее его. То есть, по сути, практиковал, как я сейчас это описываю, адаптационную этику. Правда, концепта еще тогда не было адаптационной этики. Но вроде бы скептики, они так и жили. Они могли подстраиваться под то общество, в котором они существовали. Это не вполне упразднение самой этики. И к вопросу вообще, насколько скептицизм создан для решения именно этических проблем, это тоже интересно, на мой взгляд. Потому что, похоже, нет. Ну, да, ладно бы. Главной целью... Перрон дал по ебалу за пиздеж про сестру. Да, есть такое. Ну, тоже анекдот такой есть. Ты правильно сделал. Ну, я и говорю, жил обычной жизнью, бил по ебалу за сестру. Вообще, браток крутой. Главной целью философствования Перрон считал достижение счастья. Это хороший вопрос, потому что Перрон ни одного текста не оставил. И у секста эмпирика здесь про Перрон, ну... Оно не так ярко выражено. Многие придают, да, вот Перрону вот такое мнение, согласно которому есть главная цель стремления к счастью. Ну, возможно. Но с чего бы это главная цель философствования, стремления к счастью, если ты скептик? Непонятно, непонятно, непонятно. Ну, да ладно. И именно скептицизм по Перрону ведет сначала к афазии, немоте, а затем к атероксии, безмятежности, а затем к апатии, бесстрастию. Да. Разумеется, суть скептицизма заключается не в том, чтобы все считать ложным, или уж, конечно, не в том, чтобы все считать истинным. Для скептицизма все одинаково не истинно и не ложно. У секста-эмпирика есть такие выражения, но я считаю, что их нужно трактовать несколько по-иному. Не все есть ни истина, ни ложно. Неизвестно. То есть, скептик исходит из той позиции, что ему неизвестно, что истина, а что ложно. По всем вопросам. Ну вот, да. Нету фундамента, нету явного критерия выявления, что истина, а что ложно. Не то, чтобы его нельзя найти. Может быть, он и есть, и может быть, его можно найти, и может быть, даже его уже кто-то нашел. Но скептик пытается убедиться в том, что он найден. Понимаете? Вот как-то вот неубедительно пока. Все люди, которые вокруг вещают про свои истины, они неубедительны для скептика. И поэтому он скептик. Не потому, что для него все одинаково ни истина, ни ложно, а потому, что он не знает, что истина, а что ложно. Скептик вполне может принимать учение об истине Аристотеля, истина, соответствие наших представлений действительности. Правда, она не совсем Аристотельевская, она вообще повсеместная. Ну, неважно, да? Может принимать это представление. Но он не знает, как определить, а соответствует реальность или не соответствует, что такое реальность, как ее можно постигнуть, какие критерии для этого есть, тоже непонятно. Причем ошибкой было бы полагать, что в скептицизме есть некий позитив, который якобы и заключается в суждении в всеобщем неприятии в силу и застении, ибо последовательный скептик на это скажет, что даже и его собственные скептические суждения тоже в одинаковой мере и не истинно, и не ложно, и что он от этого суждения тоже воздерживается в кавычках. Почему в кавычках воздерживается? То есть, опять же, на мой взгляд, большие парадоксы происходят в современности, потому что мы слово суждение чаще всего понимаем как высказывание. А на самом деле оно понималось как убеждение. По крайней мере, скептиками наверняка. Если вы посмотрите на огромные книги секста-эмпирика, вы обнаружите, что от суждения он не воздерживался. Он воздерживался от убеждений. Суждение и убеждение это разные вещи. Радикально разные вещи. Не все убеждения проявляются через суждение. Еще раз подчеркну. Это тоже очень важная вещь. То есть, есть убеждения, которые являются невысказываемыми. То есть, у нас есть такие представления, такие привычки, такие эмоции, которые возникают, когда эмоциональная реакция тоже как догма может выступать на самом деле. Которые, они, в общем-то, не обусловлены языком, так скажем. Они, скорее всего, не обусловлены языком и могут не выражаться в языке вообще в принципе никак. Может возник какой-то образ. Вот у вас есть образ Бога. Не просто Бог есть, вы говорите. А помимо того, что у вас Бог есть, еще есть образ Бога куда больше, чем слово Бог. И на базе этого образа вы вот уже смотрите, есть он или нет. И вы думаете, что вот то, что у вас в образе возникло, это и есть Бог, и он есть на самом деле. Это куда больше, чем высказывание. Это куда больше, чем такое суждение в кавычках. То есть, под суждениями там понимаются именно убеждения. А убеждения могут быть не только в словесных формах. И даже более того, они скорее и есть не в словесных формах убеждения. Сами слова это такие, знаете, посредники для того, чтобы вызывать у наших оппонентов и товарищей, и вообще людей, с которыми мы общаемся, какие-то образы, которыми мы пытаемся обмениваться так или иначе. Ну, при этом, когда мы говорим, например, стул, вот это стул, я показываю там, я не знаю, а вот это вот шкаф, шкаф, шкаф номер один, например, шкаф номер один. И потом я говорю, уважаемые, принесите мне со шкафа номер один книжку зеленую с цифркой там один, там на вершине, например. И вы приносите мне секс-тоемпирико. Я точно языком вам показал вот шкаф номер один, точно его разметил, да. Вот у вас есть образ шкафа, я его разметил, я вам показал. У вас сформировался образ шкафа, образ шкафа номер один причем. В принципе, у вас есть образ зеленого как такового, вы представляете себе в неком образном понимании, что такое книга. Из всех книг вы можете выделить здесь зеленую, хотя их здесь несколько на самом деле. И лишь одна книжка с цифрой один на ней есть, и это секс-тоемпирик, и вы ее берете, и вы ее мне приносите, и я рад. Вы выполнили свою задачу, и вы, в общем, все сделали. Язык здесь служит посредником для операций, связанных с образами, непосредственно. И вы запоминаете все это скорее не столько как язык. Язык, он такой промежуточное звено, вы его тоже запоминаете, но и образ тоже. Образ тоже вам приходит. Если вы забудете образ, для вас все эти слова не будут ничего значить. Если я вам скажу стул, а для вас это просто слово, которое ничего не значит, если под ним нет образа, вы никогда не поймете, что такое стул. Вы не сможете найти стул. Я вам скажу стул, а у вас образа стула нет в голове. Вы знаете, что люди употребляют слова стул. Вы знаете определение стула. Вы не сможете даже по определению это определить, потому что у вас нет образа ни стула, ни его составляющих. Вы не знаете, что стул состоит из ножек. У вас нет образа ножек, у вас нет образа сиденья, у вас нет образа спинки стула. Ну и соответственно, скептик может не воздерживаться от утверждений вообще. Утверждения и убеждения это очень разные вещи. В скептицизме никогда не было позиции воздержания от высказываний. Никогда. Never. И скептики никогда не воздерживались от высказываний. Более того, они делали такие высказывания, в которых они никогда не были убеждены, чтобы спорить с своими оппонентами. И это одна из характерных черт любого скептицизма, абсолютно античного, по крайней мере. Ну и моего в принципе тоже. Это фундаментально важный момент. Последовательный скептик готов не только усомниться в существовании собственного скептицизма, что, что, блядь, последовательный скептик готов не просто усомниться в существовании собственного скептицизма. Скептик не сомневается в феноменах. Скептицизм это феномен. Ну вот, состояние, состояние есть феномен. Любое состояние есть феномен. Все, в скептицизме сомневаться невозможно. Читай, блядь, секс-то эмпирика. Чел. Чел, блядь, читай внимательно. Есть отдельный раздел про феномены. Скептицизм как отдельное состояние, не учение, а именно, да, может и учение, которое пропагандирует определенные состояния. Вот, оно есть, когда есть это состояние. Это состояние фиксируется. Все, оно есть, как феномен. Большего не надо. Ну и в существовании собственной личности, собственного сознания и мышления. А вот это абстракция, их может и не существовать. Почему же но? Почему же но? Вот скептицизм как феномен существует. А вот личность, сознание и мышление, это как раз концепты, и может быть они не существуют. В этом и проблема, что мы скептицизм и понимаем с одной стороны как концепт, а с другой стороны как феномен. Тут два параметра. То есть скептицизм как концепт, он есть как концепт. Платонизм как концепт, он есть как концепт. В этом мы не сомневаемся. Наука как концепт, есть как концепт, правда непонятно какой. И здесь можно сомневаться, потому что люди очень странно употребляют слово наука, но это уже другой нюанс, связанный со словом наука непосредственно. Христианство есть как концепт или группа концептов. И мы в этом не сомневаемся, что они есть, что есть какие-то, в общем, в нашем феноменальном опыте люди озвучивают концепты христианства. Какие-то люди, может быть, их нет, но концепты есть. Очень, очень важный здесь момент. Скептицизм в этом смысле как концепт существует и существует как феномен. Потому что это состояние. Состояние скептицизма абсолютного. А вот мышление, сознание, личность, вот это уже хер его знает, на самом деле. Нужно признать, что скептицизм чаще всего не принимается людьми именно по психологическим причинам. Как же так, скажет обыватель, мыслим ли такое сомневаться в существовании собственного мышления? Смотря как мы определяем мышление и что оно из себя представляет. Если мы определяем мышление как определенный феноменологический процесс, набор феноменов, которые в голове у нас происходят. Вот смотрите, да? Я, смотрите, у меня есть, например, воображение как феномен. Я вообразил что-то, вот образ возник, я феноменально воспринял образ и есть какая-то способность, которую этот образ позволяет создать. В этом смысле я не сомневаюсь в воображении. Воображение в каком-то смысле существует, потому что оно феномен. Скептики не сомневаются в феноменах. Читаем, блядь, секста-эмпирика еще, сука, раз, мужик. Читай, блядь, секста-эмпирика. Но то, что воображение, это там базовая суперспособность, которая там связывает чувственность и восприятие, как Толканта было, в этом мы уже сомневаемся, потому что это не проявляется в феноменах. То, что есть мышление, то есть да, я произношу у себя в голове какие-то слова и комбинирую их вместе с образами, эти слова-образы, в общем-то, как-то переплетаются, иногда встраиваются в логические цепочки, иногда нет и что-то. Вот это вот, если вот это я называю мышление, мышление как феномен присутствует у меня в моем феноменальном опыте, соответственно. Я не могу его отрицать как скептик. Не согласен? Читая, блядь, секста-эмпирика, перроновое положение опять нахуй. Просто пересчитывай, заебал. Начал с того, что эти люди не читали секста-эмпирика. Читай, блядь, секста-эмпирика, чувак, прочитай, там есть раздел про феномены. Скептик разделяет мыслимое и феноменальное. Мыслимое это всякие, блядь, теории о мире. Это то, что выводится непосредственно из наших феноменов. Вообще из феноменов ничего не выводится. Это именно то, что вот наш феноменальный мир, все, что за его пределами, это мыслимое. Это какие-то выводы мы делаем. Ну, например, вот мы посмотрели, вот у нас есть зверюшки, вот у нас есть ископаемые, куча ископаемых. Значит, есть эволюция. Нет, не значит. На самом деле просто есть зверюшки в нашем феноменальном опыте, просто есть ископаемые в нашем феноменальном опыте, есть гены в нашем феноменальном опыте. Но это не значит, что на протяжении миллиардов лет происходила эволюция, потому что есть множество других вариантов. Все эта теория, оно как бы, ну вот, сомнительно. При определенных обстоятельствах в антологии нашего мира, в принципе, все эти наблюдения может нихуя не значить. Поэтому, ну просто как бы, мы в этом сомневаемся. Мы это не отрицаем, мы это не принимаем, мы в этом просто сомневаемся. Вот такой вот скептицизм. А в том, что окаменелости есть, я их могу потрогать, там, лизнуть, там, не знаю, вот так вот обмазаться окаменелостями. В этом я, безусловно, не сомневаюсь. То есть, пресс-то и мастер-ингуэр, ну как, пока я это не сделал, можно и сомневаться. Но как только они попадут в периметр моего, так скажем, феноменологического опыта, все, ну, все окей, они есть. Окей, есть, хорошо, окаменелости, хорошо, гены там посмотрел. Я знаю, что если посмотреть в микроскоп, я увижу, например, что-то похожее на гены, может быть. Хотя нет, скорее всего. Хотя какой же микроскоп должен быть? Тут какие-то, да, здесь еще важно понимать, что у меня даже феноменологического опыта, собственно, просмотра в микроскоп, очень сильные нет, то есть, ну, какие школьные микроскопы были и во что я мог посмотреть в свое время, это, конечно, такое себе. Какие-то бактерии наблюдали и не более того, какие-то примитивные. Ну, ну, да ладно. Кстати, это было прикольно. Лучше бы, знаете, мы на биологии занимались микробиологией, нормально смотрели бы за всякими штучками такими прикольными. Это было бы классно. Побольше, побольше. Так-то я в основном видеосъемки только смотрел со всяких вот микробиологических штуковин. И, кстати, генов не видел. Это уже другой вопрос. Ну, допустим, допустим, увижу. Но это просто значит, что у меня такой феноменологический опыт возникает, когда я смотрю вот в определенный прибор. И это не значит, что, кстати, гены существуют. Сомневаться в том, что гены существуют, я могу. Но я не могу сомневаться в том, что когда я смотрю в определенный прибор, у меня возникает определенный набор ощущений. Которые я могу интерпретировать очень по-разному. Интерпретации, суть теории. В этом сомневаемся. А вот феномены, суть феномены, в них не сомневаемся. Сомневаться в них невозможно. И, в принципе, все нормально. Но если скептицизм не принимается из соображений здравого смысла, то это еще не означает, что серьезное философское исследование должно опираться на столь сомнительный аргумент и не считать скептицизм чем-то исключительным и заслуживающим внимания. Ну, окей, поехали. Хорошо известны в кавычках доводы против скептицизма. Дескать, если кто-то ничего не утверждает и ничего не отрицает, то вообще не о чем с ним спорить и даже не о чем говорить. Но скептик может оставить бесконечное множество разных концептов и поэтому, наверное, здесь спорить с ним приходится. Против подобных доводов, чуждой билетристики, схематичный, обычный, сухой в сравнениях с экс-эмпирик прибегает к метафорам и, в частности, сравнивает скептическое выражение с очистительными лекарствами. Обо всех скептических выражениях, тропах, видимо, ты имеешь в виду. Тропах. Обо всех скептических выражениях следует заранее признать то, что мы вовсе не утверждаем, что они правильны. Ну, выражениях, ну, может и выражениях, кстати, может, не тропа он имеет в виду. Ибо говорим, что они могут быть опровернуты сами собой, будучи описаны вместе с теми вещами, о которых они говорят. Подобно тому, как очистительные лекарства не только избавляют тело от соков, но вместе с ними выгоняют и сами. Ну, да. Кстати, медицинская метафора. Ну, да ладно. Это к вопросу, что секс-эмпирик, помимо всего прочего, хоть и был, да, в свое время врачующим персонажем, так скажем, да, принадлежал к философской школе Гиппократа. Кстати, он классифицировал Гиппократа как вот гиппократиков, как философскую школу. Он их еще и критиковал, я отмечу, что очень примечательно. Согласно сексу, отнюдь не все вещи, уничтожая другие вещи, сами продолжают оставаться вещами. Огонь, например, уничтожая те или иные вещи, существует только до тех пор, пока не сгорели эти вещи. Блядь, какой охуенный образ, да, на самом деле. Как только сгорели эти вещи, то погас и сам огонь. Поэтому скептическое доказательство, ну, в смысле, поэтому, здесь следования нет, в смысле, поэтому, но скептическое доказательство, оно подобно в данном случае огню. Оно что-то опровергает и вместе с этим сгорает и исчезает. Да, 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 это не про тропы, все правильно, все правильно. Поэтому скептическое доказательство того, что никакое доказательство невозможно, нисколько не теряет от того, что оно разрушило все вещи, а само, дескать, осталось. Да, оно тоже погибло вместе с теми вещами, которые оно разрушило, но это нисколько не значит, что вещи остались не разрушенными. Погибло доказательство несуществующей вещи, но само-то существование вещей, тем не менее, осталось. То есть сами-то вещи все еще остались разрушенными. Ну окей. Окей. Допустимо. Вполне допустимо, опять же. В принципе, когда я критикую логику, я также, в принципе, рассуждаю о том, что... Ну ребят, если я проверк логику с помощью, как вы говорите, логики, это ни в коем случае не говорит, что я не прав, что я вхожу в противоречие. Это говорит о том, что в логике имеются какие-то проблемы, скорее всего. Ну как я проверк, покритиковал, усомнился в логике с помощью некоторых аргументов. Это, наверное, нам говорит, что система, когда она касается своих вопросов, она уже не справляется с ними. Ну да ладно. Ну да ладно. Перрон, как нам известно, ничего не называл ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым. По его мнению, ничто не есть в большей степени одно, чем другое. Ничуть не более. Вот один из основных принципов школы Перрона. Также скептически относилась эта школа к существованию любого доказательства. То есть такое критерие, точно признака, действительно причины, да, движения, да, действительно возникновения. Согласен, добра и зла от природы. И уже этого достаточно, чтобы показать неприменимый скептических методов практической деятельности. Почему? Парень кое-что не понимает. Понимаешь, в чем дело, дружище? Основная проблема заключается в том, что отсутствие какого-либо доказательства не говорит, что мы не можем пользоваться разными системами доказательств и не можем пользоваться доказательством вообще. Более того, фактически скептики пользовались разными системами доказательств. Воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе, да? Когда скептики говорят, что нет критерия, это не значит, что скептик не использует никакие критерии истины. Он может их начать сказать использовать. Ну, допустим, критерий истины это эмпирический опыт. И давайте тогда делать наше суждение индуктивно. Из этого получается это, это и это. И это возможно, да, если мы берем такие предпосылки. Если мы не берем такие предпосылки, потому что мы в них сомневаемся, если мы можем взять другие предпосылки, смотрите, вот с этими предпосылками у нас вот так получается, с этими предпосылками получается вот так, с четвертыми предпосылками по-другому получается, с пятыми вот так. И вот у нас разные критерии истины, мы их еще можем перемешивать в разном порядке, как бы мы их там не взяли по-разному, всегда получаются разные результаты. Ну и проблема в основном просто заключается в том, а как нам, знаете, распределить, какая совокупность критериев истины реально подходит для познания мира. И этот вопрос можно задать, может быть, не только из скептицизма, но все-таки скептицизм этот вопрос будет задавать значительно чаще и значительно настоятельнее, чем другие учения. С признаками то же самое. Можем выделять любые признаки и смотреть их комбинации и как они работают. Очень много позитива может быть. Опять же, люди не совсем понимают, они думают, что скептицизм это взять и ограничиться в пустоте какой-то. А на самом деле это стереть границу. No. Люди не понимают вот этого фактора. То есть у вас есть границы ваших догм, которые заставляют вас по привычке или не по привычке из-за определенной привязанности переходить от ваших догм от одной догмы к другой соответственно. Скептик стирает эти границы и может набавлять в себя бесконечное множество разных догм. И в этом плане он просто не выбирает ни одну догму как убеждение окончательное. Он всегда может сменить позицию, он всегда может уйти от этой догмы, он всегда может сделать то, он всегда может сделать это, он всегда может рассмотреть позицию с абсолютно другой стороны, какой бы она странной ни была. И в этом плане скептицизм он представляет собой философию такой абсолютной гносиологической свободы, которая стирает запреты, которая позволяет рассматривать разные методы. Когда вот остальные люди рассматривают методы следуя по традиции, то есть они приходят, их в университетах обучают, надо делать вот так, так и так, вот они методы, вот они критерии, есть некие вариации допустимые, а вот есть недопустимые. Почему? Доказывать мы тебе конечно не будем по большей части, потому что времени нет, всего-то 4 года мы тебя обучаем, в общем, прими вот это вот так вот как оно есть. А скептик он это рассматривает со всеми возможными критериями, даже не только теми, которые уже существуют, даже с возможными критериями может попробовать подойти к данной теме. Ну и все. Жану Буридану приписывается известная басня, ой, про Буридана, мое почтение, это же гениально, сравнивая скептизм с Буриданом, только проблема заключается в том, что фактически скептик хоть и не имеет мнений, да, ну как имеет, не имеет, у него есть состояние, в которое он может периодически входить, в которых у него вообще нет мнений. В нормальном состоянии он находится с некоторыми предрасположенностями, то есть он всегда склонен к одному или другому стогу сена. Более того, скептицизм, знаете, если сравнивать скептика с ослом Буридана, на самом деле это тот осел, который съест оба стога. Ну, вот правда, да, вот смотрите, догматический осел Буридана, он выбирает один из стогов, вот этот стог идеализма, вот этот стог материализма, вот идеализма, вот я хочу покушать со стогом. Тогом материализма или идеализма, вот через какого-то я хочу пожрать, да, вот какой он красивый, замечательный, а вот тот он плохой такой стог, сразу гнильцой там от него пахнет, там, короче, там я чувствую, фермер насрал, видимо, в этот стог противоположный, я лучше этот съем. А другой осел такой приходит, а я лучше вот этот съем, и сидят, и жуют. Скептик, он ест оба стога. В каком порядке определиться его вторичными догмами? Ну, то есть не убеждениями его внутренними конкретно, а теми предрасположенностями, которые управляют, когда он не находится в состоянии абсолютного скептицизма. То есть, опять же, находиться в состоянии абсолютного скептицизма долго невозможно и не нужно, и это лишнее даже, наверное, но вот оно просто есть, оно тяжелое для достижения, и, в принципе, в нем необязательно находиться всегда. Ну, ты, короче, во всем сомневаешься. А потом возвращаешься в нормальное состояние, у тебя остается остаток того, что ты можешь вообще в это состояние заходить, и то, что ты можешь воздерживаться от всех убеждений, у тебя некоторые убеждения, они прорываются. И ты свободно выбираешь. Но чуть что, чуть что, вдруг ты обнаружил в стоге змею. Стог догматик, осел догматик, будет продолжать жевать этот стог со змеей вместе, и змея его сожрет, и убьет нахуй, и изнасилует там. А скептик такой, не-не, я, короче, пойду к тому стогу, пожалуй, пожалуй, пойду к другому стогу, раз уж здесь змея змея, спокойной ночи, удачи, я, короче, я, короче, пока что временно отойду, вижу, вы здесь ночуете, удачи, короче. А, если уж мы на метафоры перешли. Да, Жану Буридану приписывается известная басня, согласно которой осел, оказавшийся между двумя одинаково доступными и хорошими стогами сена, должен непременно умереть от голода, принимая решение. Создавать критерии неистинно, но тоже пытаются. Бывают неистинности. Почему и нет. Принимая решение с такого стога начать прием пищи. Насколько правомерна эта басня в отношении скептицизма, мы пытаемся разобраться. Ненасколько. Эта басня противоположна истинному состоянию скептицизма. Более того, критику, хорошую критику, ну как, хорошую, нехорошую, еще до существования скептицизма Аристотель описал, что скептицизм в абсолютной форме невозможен, потому что скептиком нельзя быть всегда. И Аристотель здесь прав. И ни один скептик, ни один абсолютный скептик не пытался быть абсолютным скептиком всегда во всем, во всех вопросах и так далее. Более того, порой отпускать скептицизм это нормальное состояние и в этом нет ничего плохого. И если бы человек за него прям тотально держался обеими руками, блядь, скептицизм, сука, только скептицизм и скептицизм, ну это было бы крайне фанатично на самом деле. А это сразу бы его, в общем, компрометировало как нескептика скорее. Поэтому, в принципе, скептики, включая секс-тоимпири, Каперона, скорее всего, свободно относились к собственным, с одной стороны, высказываниям, свободно относились к собственным действиям. То есть, да, они могли давать волю тем или иным убеждениям. Вот у меня сейчас убеждение, мы его проанализировали каким-то образом, но вроде бы пиздеца после него не будет, после этого убеждения. Давайте-ка я его озвучу, поработаем с ним. А потом с другим убеждением, потом с третьим убеждением. Сегодня у меня душа лежит к этому, второму, третьему, десятому. Я выбираю в любом случае сток, а может быть два, а может быть три, а может быть четыре, а может быть я еще там где-то наверху сток найду. Может быть он там, да, наверху на сараем, сток еще один находится. Мне показали только два, а может там еще и третий есть. Хожу-ка я туда посмотрю, может быть, прикольно. Прикольно поискать, походить, посмотреть, порыться здесь везде, там, я не знаю, открыть сарай, может быть, выйти, там может еще несколько стогов стоит. Может быть в них покушать немножко, порыться. Вот скептицизм, он вот так приблизительно и работает. В этом его фишка, в этом его суть, в этом его сила, в этом его мощь, и при этом, как бы, знаете, догматические стога сена, это люди, они просто реально берутся, садятся на свои стога и жрут их до бесконечности, пока не сожрут до конца и не сдохнут. Скептицизм не такой. Прежде всего, следует допустить, что человек обладает свободной волей. Зачем? Действительно, без подобного допущения все наше исследование лишается смысла, ибо лишается смысла и императивность мировоззренческой позиции в практической деятельности. Если сложное поведение индивида полностью сводится к сенсорным и моторным функциям организма, то есть к соматике, то говорить о свободной воле, о практических критериях и прочее не имеет смысла. Такое поведение следует обозначить доскептическим и вообще доэтическим. Нас же в данном случае должен волновать вопрос, может ли индивид, достигший уровня формирования, формировать аналитические критерии, те же скептические, прожить жизнь без критериев практических, без этической системы. Тут опять же, опять же важно, наверное, заметить, что этика это практика жизни. Скептик не отказывается от практики. Скептик не отказывается тотально от этики. Скептик может менять на самом деле этику, у него просто его не удерживают этические убеждения. Но он может произносить этические суждения и совершать этические поступки. То есть, скептик, если вы дадите ему оружие в руки и вы находитесь в военизированном обществе, может ему сначала будет неприятно убивать людей. Ну вот раз уж принято, блядь, ну давайте ебошить их, короче, привыкнет к этому. Попал скептик в Третий Рейх, а он тут свой. Попал он в Советский Союз, тут он свой всех расстреливает. Попал к Тимуру, в общем-то, на стрим. Буква Z, короче, везде. Попал сюда, попал к либерахам, он либераха там. Попал к христианам, он, короче, вот тоже правоверный христианин. Попал к мусульманам, правоверный мусульманин по этике. Да, у него нет своей этической системы, но он свободен для того, чтобы принять любую из них. В качестве практического наставления, если это нужно. В современном обществе, я, например, как вот современный, живущий в современном мире человек, я вижу, что у меня нет никакой необходимости принимать христианские моральные ценности. Если бы я был скептиком в средневековье, я бы этически себя вел точно так же, как и окружающие меня люди. Потому что меня бы нахуй казнили, если бы я так себя не вел, да, с другой стороны, как-то так получается. Ну и соответственно, в современном мире у меня есть диапазон вести себя не только по-христиански, и даже не только по-пост-христиански. Меня вряд ли убьют за высказывания разных этических положений, даже вряд ли арестуют за это. А ввиду этого я могу вести довольно интересный для меня образ жизни и не ограничивать себя рядом христианских и не только христианских моральных ценностей, будучи скептиком. Нормально. Но при этом это не значит, что я совсем живу без практических критериев, без этической системы в кавычках. То есть да, у меня нет этических убеждений, но я принимаю правила определенной игры. То есть я прихожу играть в шахматы, и я не посвящаю себя полностью игре в шахматы. Я осознаю, вот мы играем здесь, и нужно по определенным правилам сыграть, чтобы грамотно все произошло и может даже победить в этой игре. Ну как минимум не проиграть и не остаться без всего. Согласен, Little Prince, согласен. Путин наш брат, абсолютный скептик, респект ему. Ну и вот. Ну и вот, соответственно. Да, в самом деле, если любой выбор человека акритиален, охуеть слово, и случайен, то он противоречит скептицизму, ибо не сомненен. Не обусловлен сомнением. Ну, хуйня какая-то. А если он противоречит скептицизму, ибо не сомненен? Докс это мнение, убеждение. Все. Ну, здесь даже гадать не нужно. Просто в античности слово докса использовалось довольно широко. Это любое мнение, убеждение, догма. Вот такой вот диапазон понятий. И просто слово догма, оно тоже как бы догма, докса, убеждение, мнение. Литер или одно и то же. Здесь нету различия на, там, не знаю, религиозную догму, нерелигиозную догму. Там все одно. Просто убеждение. Так. Если он не сомненен, то индивиды делают еще такой выбор. Нельзя назвать последним скептицизмом. Скептицизм это не про детерминизм и недетерминизм. Чья уходи. Какой кринж. Какой странный кринж. То есть нам не важно детерминистичен мир или индетерминистичен. Ну, всякое может быть. Скептицизм остается скептицизмом в любом из этих миров. И это не касается вопроса об его онтологическом устройстве, о наличии возможности выбора. Ну, ладно. Предположение же о случайности любого выбора равносильно предположению об отсутствии свободной воли. И, блядь, серьезно, теперь скептицизм оказывается нужен обязательно, а еще свобода воли для него нужна. Ну, ты ебанулся, конечно. Предположение об отсутствии свободной воли. Или любая практическая деятельность в данном случае не обусловлена волей случайно. Свобода от воли сама по себе есть отрицание свободы воли. Мое почтение. Да, то какое отношение скептицизм имеет? Уяснив это, мы теперь должны задаться вопросом, почему при последовательном сомнении один выбор предпочитается другому. Не почему. Ну, потому что, ну, например, в тот или иной момент одни мнения несколько возобладали над другими. То есть, скептик не всегда находится в состоянии, в котором у него вообще нет мнений. Ну, вот чуть-чуть ему здесь захотелось больше, чем вот в другом месте. Вот немножко ему здесь захотелось, здесь показалось интереснее. Потом вот здесь показалось интереснее. Потом там показалось интереснее. И он такой, ну, вот выбирая вот это вот. Короче говоря, при многообразии выбора при последовательном скепсисе нет критерия к этому выбору. Ибо сам критерий всегда может быть раскритикован. Да, критерий может быть раскритикован и более того. Несмотря на то, что он есть, он потом может быть раскритикован. Мы можем его использовать, этот критерий, а потом его раскритиковать. И это нормально. В этом нет никакого парадокса для скептика. Даже сомневаясь, нельзя отдать какого-то предпочтения, ибо предпочтение входит в ранг наименее сомнительного. То есть, само по себе есть нескептичный позыв. Окей, это есть нескептичный позыв. Позыв человек, животное догматическое, так скажем, создание существа, догматическое существо. Человеку свойственно жить с догмами. Человек не представляет, как жить без догм. Ну, по большей части. Скептицизм очень редкое и очень странное состояние, до которого добираются далеко не все. И оно нужно чаще всего для разных методологических фишечек, а не для того, чтобы организовывать свою жизнь. Хотя и здесь оно тоже может пригодиться и может быть полезно. Это такая, знаете, высшая форма развития человеческого, в общем-то, организма, которая позволяет вам трансформироваться, адаптироваться под разные любые условия, если вы последовательно скептицизм принимаете. То есть, это создание из своего организма тотального свободного конструктора, ничем не ограниченного. Ну, сверхчеловек. Короче, сверхчеловек получается у нас такой. Даже круче, чем у Ницше. Круче, больше, мощнее, сильнее. Сверхчеловек Ницше, блять, сверхчеловек скептицизма, он просто гигантский. Так вот, предпочтения они есть. Мы можем сказать, ну а почему я выбрал одно другому? А давай я теперь другое выберу первому. И все. И нормально. И никаких проблем. Вот сегодня я выбрал, например, какой-нибудь пирожочек. А завтра я выберу другой пирожочек попробовать. Я же не буду верить в этот пирожочек. Я же не буду убежден в том, что этот пирожочек есть суть моей жизни. Моя любовь вечная, бесконечная и так далее. Нет, предпочтения они имеются. Это здоровое состояние человеческого организма. Неожиданно. И психики, и мозга, и сознания, и феноменального мира. Более того, в феноменальном мире мы эти предпочтения отлавливаем. И догмы отлавливаем. И их изучаем и смотрим. И скептицизм позволяет нам это делать. Если бы скептик абсолютно всегда и во всем был ограничен от догм, он бы не смог их исследовать и не смог бы определять, что такое догматизм, и где догмы, и когда догмы. То есть, если бы скептик сам не имел в себе элементы догматики какой-то, то есть, если бы иногда у него не появлялись догмы относительно тех или иных вопросов или тех или иных поступков, он бы не смог эти догмы анализировать и не смог бы быть скептиком, в принципе. Но он может. Все. Абсолютный скептицизм – это провременное состояние, в котором мы ощущаемся от мнений. А так, в остальном, это временное состояние потом влияет на всю нашу жизнь, на оценку наших внутренних феноменов сознания. Феномены сознания мы не отрицаем. Они происходят, они производят некоторые наши решения, действия, поступки. Эти феномены сознания, в том числе мнение, например. Мнение – это феномен сознания, на самом деле. Да, вот в прямом смысле мы можем изучать их как феномены сознания в рамках скептической феноменологии. Александра Шадова можно это делать, например. Почему бы и нет? У нас есть скептическая феноменология уже. Мы к этому движемся постепенно. И вообще много чего движемся. Много позитивных разных вещей пытаемся раскрывать. В разных аспектах философии, этики, эстетики и так далее, так далее, так далее. К вопросу о возможности позитивного скептицизма. И здесь недостаточно того, что якобы человек сомневается или не верит в то, что делает. Осознанное действие – выбор всегда есть позитив. А при позитиве скептицизм приходит в свое отрицание. Нет, не приходит. Вы можете делать осознанное действие, свободный выбор и позитив. А в огромном количестве можете делать творчеством, заниматься, что-нибудь еще творить, создавать и так далее. И при этом быть скептиком. Вообще никаких проблем в этом нет. Если бы в этом были проблемы, то Тимон из Флеунта не был бы скептиком. Если бы были проблемы какие-то, такого рода, то секс-эмпирик не был бы скептиком. Кто угодно не был бы скептиком. Вообще никто. Вот как-то так. Ну то есть, понимаете, почему-то люди пытаются придумать учение скептицизма заново, не обращая внимания на то, какое оно у скептиков было. Пытаются придать скептикам какое-то невозможное учение. Мол, аааа, знаете как с христианами получается? Приблизительно аналогия очень похожа. Ааа, ну то есть, вы христиане, да, вы христиане и у вас там грехи есть, значит вы должны не грешить. А если вы грешите, блядь, значит вы не христиане. Просто люди не знают, что в христианстве вообще, в принципе, тезис грех составлен таким образом, что не грешить, будучи телесным существом, вообще практически невозможно. Грех буквально почти все. Там, не знаю, сексуальная жена у соседа, вы ее захотели очпокать, да, чисто вот так вот естественно. Блядь, грех. Собаку соседа пожелали, сука, грех. Хотите такой же дом, как у соседа, зависть, грех. Кушать вкусно хотите и много, грех. Секс хотите, грех. До брака, после брака тоже отчасти грех, но как бы необходимый грех такой, да. Все, блядь, грех в христианстве. Это не потому, что когда вы грешите, вы перестаете быть христианином, а потому что в рамках понимания христианства грехом является почти любое естественное, но относительно естественное проявление человека и его желаний. Почти все, что может захотеть человек, кроме великого спасения от Господа Бога, является, блядь, греховным. Вот как-то вот так составлена позиция о грехе, и все, блядь, поэтому грешны, кроме, может быть, самых святых святых, супер святые существуют. В скептицизме это, в принципе, где-то так же. Люди, смотрите, да, люди пытаются сказать, что невозможно быть христианином, потому что вы все грешники. Ну нет, все грешники, потому что по терминологии все грешники. В скептицизме почти все люди, они догматики на самом деле, да. То есть, если в рамках христианства все грешники, но есть состояние без греха, которое будет достигнуто уже в раю, да, соответственно, то в скептицизме все догматики, даже сам человек догматик, и он продолжает прорабатывать свои догматы у себя в голове, пытается их отыскать, пытается с ними работать. Но он уже прикоснулся к состоянию, в котором у него нет этих догм. И он может найти разницу между догматизмом и недогматизмом. Он видит разницу, когда он чистый, когда он не чист. И ввиду этого, на этом противоречии, на этом контрасте, он обнаруживает, вот это мое мнение. Вот здесь заканчивается его обоснование, например. Вот, 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 все это упирается вот в эту посылку. Эта посылка сомнительно, предельно сомнительно. Она ни на чем буквально не основана, и я ее просто, блядь, вычитал, выдумал. А теперь посмотрим у этого автора, которого я прочитал, у которого я ее вычитал. Так вот, этот автор, он ее тоже, вот, немножко зашел на пару шагов назад, и вот здесь тоже еще одна посылка, и он ее, блядь, тоже выдумал. Просто из нихуя взял из головы, ее придумал. И так далее, так далее, так далее. При том, что я могу склоняться к тем или иным позициям, высказывать те или иные высказывания, почему бы и нет, говорить вообще все, что угодно могу. Но твердых, прочных убеждений у скептика после состояния в абсолютном скептизме не складывается. Вам не хочется иметь эти твердые, прочные, непобедимые какие-то вот эти вот убеждения. Вы можете какими-то стратегиями пользоваться для того, чтобы кого-то опровергать, потому что это просто удобно. Ну, например, приходит какой-нибудь человек, который, ну, я не знаю, сайентист, и вы начинаете ему, в общем-то, наваливать всяких тропов интересных, на которые он не может нормально ответить. И в итоге он приходит к тому, что его позиция, ну, сомнительно, как минимум, может быть даже и ложная. И он перестает быть, возможно, сайентистом, если все правильно сложилось и хорошо. А если нет, ну, остается сайентистом и будет ругать вас всю свою оставшуюся жизнь. Таким образом, принудительнее к действию жизни скептики постоянно вынуждены отказываться от скепсиса. Нет. Просто скептицизм – это изначально состояние. Я думаю, оно и понималось как некоторое временное состояние, которое несколько изменяет жизнь человека. С точки зрения скептицизма обосновать этику невозможно. Да, действительно, и не нужно. Более того, не только с точки зрения скептицизма. Есть позиции достаточно догматические, которые как раз утверждают, что этику обосновать невозможно. Неожиданно это тоже норма. Ну, да ладно. С точки зрения скептицизма обосновать этику невозможно. Для этого нет элементарных критериев, а значит, последовательный скептик должен быть лишен этических принципов. Скептик никому ничего не должен, но скорее он будет лишен этических принципов. Но это не значит, что он не может выдавать этическое поведение. Одно дело быть лишенным этических принципов. Что значит этический принцип? То, что я везде всегда следую этическим принципам. То есть, вот я попал в общество каннибалов, но у меня этический принцип, я не буду есть людей. И меня сожрут. Но если скептик попадет в общество каннибалов, он будет есть людей. И его не сожрут, и он будет вместе с каннибалами жрать людей, и все хорошо. Например. Да, и заключается фишка, понимаете, фишка в этом и есть. Что этические принципы, это да, конечно, у многих людей они имеются, и люди не готовы их менять как перчатки. Скептик может менять этику как перчатки. Правда, это уже не будет называться принципом, потому что скептик этими штуками не руководствуется во всех случаях и всегда. Да, это как, знаете, инструмент для определенных ситуаций. Инструмент для определенных ситуаций. Вы можете взять один инструмент применить сейчас, потом другой инструмент применить, третий, четвертый, пятый, шестой. В итоге адаптироваться к разным ситуациям, почти во всех выжить желательно, если решает только один параметр этики. И радоваться своей прекрасной, замечательной жизни. Андрей Рашин пишет, не брать деньги это догма, согласен абсолютно. Конечно, одновременно сомневаться во всем просто невозможно. Нет, есть состояние, в котором можно сомневаться буквально во всем. Более того, есть несознательные состояния, в которых все не имеют догму. Какие-нибудь бессознательные состояния. Когда у вас нет сознания, феномен догмы не проявляется просто в принципе. Но также есть состояние, когда вы в осознанном состоянии, когда вы в осознанном положении, можете во всем усомниться. У вас нет никаких догм, вы абсолютно чисты, но относительно. Вы просто их феноменально в своем восприятии не чувствуете, эти догмы, они на вас не влияют и не воздействуют. Возможно. Но сомневаться не в том, что непосредственно делаешь для того, чтобы нужно было это делать. Значит, как раз не сомневаться в собственной непосредованной деятельности. И получится, что такой скептик прожил жизнь, сомневался во всем, в чем угодно, но только не в том, что непосредственно сделал. Чел, читай главу про феномены. Вообще, в принципе, когда ты говоришь про какую-то практику жизни, ты запоминаешь, что практика это набор феноменов, перетекающих друг в друга. То, что я воткнул лопату в землю, это набор определенных феноменов моей жизни, так скажем. Я их ощущаю непосредственно. И в том, что что-то вот ощущалось, я не сомневаюсь. Феномены мыслимые и феноменальные, разные вещи. Вся практическая сфера находится в сфере феноменального. Вот практика в чистом виде суть феномены, набор феноменов, с которыми мы управляемся каким-то образом. Мыслимые наборы разных теорий, позиций, мнений, в том числе этических. И тут, кстати, важно отличать этическую теорию от этической практики. Потому что этическую практику скептик может практиковать абсолютно любую. Он в этом не ограничен. Согласно скептицизму, его акритериальность и эстении, а пестизм, безверие, ничуть не лучше пестизма, апатия ничуть не лучше любого пафоса, а жизнь, наконец, ничуть не лучше смерти. А что, лучше? А что, что-то лучше? Ну да, окей. Действительно. Отсутствие и наличие критериев ничем не лучше одно другого, согласен. Абсолютно. А что, в чем проблема? Апатия ничуть не лучше пафос. Окей. Я, кстати, и то, и другое в себе совмещаю. Я могу и в апатичных состояниях присутствовать, так и в пафосных состояниях. И оба состояния прикольные, мне нравятся. Поддерживаю оба состояния. Респект обеим сторонам вопроса. Смерть не лучше, жизнь не лучше смерти. Вот, кстати, догму смерти я немножко не искоренил. Мне не очень хотелось бы умирать. Проблема в том, что возможность такого состояния сомнительна, если ты сам не бывал в нем, и со стороны непонятно, как определить скептика, если ты сам не скептик. А зачем это нужно? Даже если вы сам скептик, вы скептика с трудом можете определить. Только по некоторым вторичным признакам, высказываниям. Но это нормально для финной аналогии. В этом нет никаких проблем. То есть, возможность такого состояния сомнительна для человека, который в нем не бывал. Ну, побывайте. Это может быть и относительно сложно, но если вы занимаетесь много лет философией, если вы занимаетесь финной аналогией, если вы знаете множество противоположных позиций, то есть вы прошли уже, по крайней мере, первую ступень к скептицизму. У нас у меня есть духовные практики о сменогу бесконечности. Можете прочитать. Вы, как минимум, если вы начитанный человек, вы прошли первую ступень. Это уже очень хорошая, это самая долгая ступень. Это много насчитать надо, ознакомиться с кучей разных позиций, узнать, кто и что думает. Остальное дело техники уже в основном. Вы там читаете, занимаетесь пониманием, разбираете разные концепции, плюралистично к этому относитесь, пытаетесь относиться ко всем позициям, как несколько равным все-таки, по умолчанию немножко. И потом постепенно выходите в скептицизм и обретаете абсолютное сомнение, вас туда выбрасывает через понимание и другие какие-то критерии, и все. Если человек реально начитан, если он много чего сделал в своей жизни, много чего прочитал, много разных концепций осмыслил, к скептицизму ему пробраться не так уж и сложно. То есть это даже не год практики, не два и не три. Можно буквально за месяц два уже все. Уже все. Уже стать смешариком, так скажем. С кептошариком можно стать неожиданно, без всяких проблем. Самая тяжелая ступень, это первая ступень, когда вы должны ознакомиться с кучей разных позиций, прочитать много книг, ознакомиться с разной аргументацией. Вот это реально такая, знаете, нудная работа, в которой вам приходится вот это все читать. Вот это несколько лет, скорее всего, займет, и вы будете таким лицом все это читать так серьезно. Для этого еще мотивация какая-то желательно нужна, помимо того, что вы хотите стать скептиком. Если вы нихуя читать не хотите, ну, так, конечно, легче и удобней. Но все-таки, на все-таки, на все-таки, скептиком стать не так уж и сложно. Есть целые книжки у меня, посвященные тому, как к этому пробиться. То есть вы можете это проверить на своем феноменальном опыте. Если не понравится скептицизм, если вы вот, если вот, ну, дошли до предела, и вот вы уже чувствуете, что вы можете быть в состоянии, в котором у вас нет догм, это не очень сложно, если вы начитанный человек, да, вот вы пришли к нему, вот, вот, ну, вот, ну, вот, нет догм, ну и хули мне с этого взять, да ну нахуй, буду догматиком. Ну, оставайтесь догматиком, ноль вопросов. Просто вы можете проверить, что оно существует. Что вы в сознательном состоянии можете сохранять, в общем-то, отсутствие мнений и своем феноменальном опыте. Все нормально, все чисто. Ну, ладно, показательно, и то, что скептик должен сомневаться не только между тем или иным практическим выбором. Не, не должен. Скептик никому ничего не должен. Повторяю, да? Ну, и вообще, между действием и бездействием. А что здесь сомневаться? Все это набор феноменов. Действие и бездействие. Приятное и неприятное. Стремиться к приятному? Да, можно. Даже, наверное, прикольно. Стремиться к приятному. Ну, выбираю все неприятное. А вдруг неприятное? Да, можно и неприятное выбрать. Почему бы и не выбрать неприятное? Неприятное тоже может быть интересный опыт нам подарить. Можно этим опытом тоже немножко, в общем-то, упиться. Почему бы и нет? Ну, вот. Скептик никому ничего не должен. Он не накладывает на себя долженствование. Понимаете, в чем дело? Феномен пишет. Вот с этим у меня проблема. Читать очень много придется, кроме ваших статей, ауфоризмов. Я ничего еще не читал, но собираюсь все-таки начать с ваших текстов по философии. Да, и проблема в том, что не только мои нужно читать. В этом самый большой парадокс. Ну, то есть, для начинающих-то вообще. Но с другой стороны, если вы захотите стать специалистом в любой науке, вам придется прочитать тоже очень много. Если вы захотите стать специалистом в философии, в том или ином течении, вы тоже будете читать очень много. Только для того, чтобы стать скептиком, вы будете читать, скорее отбирать очень разные работы. Вы можете, кстати, заметить, что у меня в списке любимых работ очень разные по стилистике текста. Философского характера, конечно. И по стилистике, и по направлению. Как раз потому, что я и работал, и развивался именно по этому принципу. Я читал труды из очень разных, из очень разных сфер, соответственно. И эти сферы постепенно меня наполняли так или иначе. Ну, и соответственно, я в итоге их несколько в своем сознании уравнял, получается, на время. И потом, когда я их уже уравнял, я уже вышел немножко в скептицизм, и там уже было уже хорошо. После этого я далеко оттуда не уходил. Потому что скептицизм, он, честно говоря, охуенен. Ну, никто не предлагает ничего лучше скептицизма. Ну, не считая христианство, в котором, конечно, можно бессмертное тело обрести, но как бы гарантий никаких нет. Скептицизм, он как бы здесь и сейчас, и делает вас суперсверхчеловеком со всякими ненебическими возможностями по управлению своим внутренним миром. То есть, вы можете комбинировать разные мнения у себя в голове, можете принимать разные этические, эстетические позиции, можете, не знаю, у вас больше потенциал для понимания чужих работ, текстов, людей, их высказываний и так далее, и так далее, и так далее. Скептицизм очень полезная штука, честно говоря. В контексте особенно тем, чем я занимаюсь, то есть, ортодоксологическая германевтика непосредственно. Для меня скептицизм это прежде всего определенный методологический принцип, без которого я бы так далеко не продвинулся. И что самое главное, до скептицизма я дошел значительно раньше, чем прочитал Секста Эмпирика. Хотя, многие мои нюансы, ну всякие маленькие позиции, нюансы по скептицизму, я вот-вот-вот только недавно подредактировал до современного состояния, и теперь я более-менее ну прям вот вообще плотненько уже там подсел. Осел Буриданов обречен даже в том случае, если перед ним будет находиться не два стога, а только один. Можно предположить, что означенный персонаж обречен не на смерть, а на сумасшествие, неминуемое при одновременном решении. еще и вопроса о том, насколько несомненно его собственное бездействие во время сомнений. Чил опять, блядь, не читал Секста Эмпирика. Я поражаюсь. Чил вначале начал с того, что надо читать Секста Эмпирика, а Секста Эмпирика он прочитал довольно плохо. Открываем Секста Эмпирика. Открываем, открываем, открываем Секста Эмпирика, Секста Эмпирика, Секста Эмпирика. Так, о началах скепсиса, отрицает ли скептик явление, отрицает ли скептик критерия, о чем состоит цель склепсиса, о десяти тропах, об общих тропах, о четвертом тропе. Сейчас, может ли скептик исследовать что-нибудь из того, о чем говорят догматики? Да, они исследуют каждую часть философии неожиданно. Откуда надо начинать исследование против догматиков, о критерии, кем? Так, где-то здесь, в общем, было, я, правда, сейчас с трудом найду о доказательстве, критика доказательства, конечно, о знаке. Смотрите, я, правда, это сейчас не смог найти, но это печально, на самом деле, это моя проблема уже, что я не смог найти. Что скептик, в принципе, не обязан накладывать скептицизм на свое поведение полностью. Это, в принципе, очевидно. Так, сейчас. Бля, не туда. Скептическая способность есть та, которая противопоставляется каким только возможным способом явления мыслимому. Отсюда, вследствие равносильности в противоположных вещах и речах, мы приходим сначала к воздержанию отсуждений. Эпох, эпохе. А потом к невозмутимости, атероксии. О способности мы говорим не в таком смысле его слова, а просто потому, что она способна. Явлением же мы называем ощущаемое, и потому противополагаем ему мыслимое. Слова же, каким только возможным способом, могут соединять или со способностью, чтобы просто воспринимать понятие способности. Или же со словами та, которая противопоставляется явлению мыслимому. Ну, вы поняли. Сейчас, где-нибудь есть что-нибудь про практики? Водержание отсуждений, невозмутимость, души. Короче, является так, представляет ли скептик догмы? Мы утверждаем, что начало и причина скептица лежат в надежде на невозмутимость, но это уже догматика такая местная. Ну, в общем, скептик не должен, не может ограничивать себя в действии. Может ограничить, может не ограничивать. Можно подумать, можно поискать, можно забить. Все-таки практика это мир феноменов, мир явленного. Мы можем эти явления тоже продуцировать, нам ничто не мешает продуцировать явления. Человек, в общем-то, взял и перепутал разные скептические параллели, понятия, ну и, в общем, пришел к какой-то ерунде. Ведь бездействие не лучше действия, но и действие не лучше бездействия. Действительно не лучше. Только не в зависимости от того, что лучше и не лучше. Мы все равно можем их совершать. Ну вот, и можно покушать. Покушать не лучше, чем не покушать. И не покушать не лучше, чем покушать. Потому что в одном случае мы похудеем, в другом случае мы потолстеем. Да, ну какая разница. Может быть, нам кажется, что похудеть лучше, чем потолстеть. Или потолстеть лучше, чем похудеть. Но все-таки мы либо кушаем, либо не кушаем. Это обычное дело. Почему бы так и не поступить? Почему бы не покушать? Или не отказаться от еды? По всей вероятности, последовательный скептицизм привел бы человека к сумасшествию. Вводя разум в неминуемую антиномию необходимости позитива из астении. А потому, вероятно, человеческий разум неосознанно защищается, прерывая сомнения или переводя их на что-то опосредованное. Зря защищается. Допуская свободную волю. А почему мы допускаем свободную волю? Тут неожиданно. Мы должны также допустить критериальность действия. Ибо, похоже, отсутствие критерия ведет к абулии. Воля, будучи целеустремленностью, должна иметь ступеньку, от которой она идет, и должна иметь критерий, исходя из которого она выбирает цель. А скептическая критериальность именно этого и лишает волю. Так что, не так уж не был прав Бердяев, отметивший в своей философии свободы, что скептицизм есть прежде всего дефект воли. Да, охуенно просто. Дефект воли. Заебись. Это шизофреник Бердяев, собственно, отметил. Мое почтение. Который нихуя не понимал в скептицизме. Мое почтение тоже. Очень круто. Ну, давайте, пожалуй, опять же, начнем с того, что в мире явлений происходит много всего очень разного и интересного. В мире явлений есть приятное и неприятное. То есть, я могу испытать боль, а могу не испытать боль. Боль феноменологически неприятна. Это не значит, что она плоха, ужасна, некрасива или что-то вроде того. Другие абстрактные слова. Это значит, что ее трудно терпеть. А есть что-то приятное, что интересно и хорошо терпеть. Скептик не заключает, как Киринаики, что самая главная цель человека это удовольствие. Важно заметить. Но все же. Да просто не скептик, он просто дуалист. Обычный дуалист, ничего интересного. Причем с холостического типа. Ну, я вообще не понимаю, зачем кого-то называть скептиком, если есть уже название для него. Так вот. Так вот, скептики наши любимые, потрясающие, замечательные. Что мы, о чем мы там говорили? А критериальность? Мы можем выбирать... Во-первых, мы можем вообще, в принципе, иметь некоторые критерии, в которых мы не убеждены. И которые помогают нам в любых ситуациях что-то говорить, делать, обсуждать и так далее. То есть, мы можем иметь вместо критериев тропы. То есть, метафоры какие-нибудь, образы какие-то, которые не являются нашими убеждениями, но которые работают на определенную цель. С другой стороны, в мире феноменов мы вполне можем стремиться скорее к чему-то, к удовольствию, чем не к удовольствию. Например. Можем стремиться больше к жизни, чем к смерти. Несмотря на то, что может быть жизнь и смерть, но они как-то вот чисто теоретически мыслимо. Мыслимо, да? Не так уж сильно различаются. Смерть не лучше жизни, жизнь не лучше смерти, лучше, 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 лучше. Это очень оценочное понятие. Но при этом, вот как-то вот что-то умирать не особо хочется, на самом деле. И проверять, что там за смертью находится, чисто феноменально, как-то не особо приятно это ощущается. То есть, человек не усвоил очень важное различие между явленным и мыслимым. И, к сожалению, он не может его протянуть дальше. И он пытается вот эту акритериальность просто взять, достать из теоретической жопы, которая вот рассматривалась по отношению к мыслимому и к теориям философским, и применить ее ко всему буквально. Но скептики так не делали. Скептики, судя по всему, жили вполне так себе нормальную для своего общества жизнь. Они просто утверждали, что... Ну вот, ребят, философы, смотрите. Вот вы напридумывали кучу всякой хуйни. От этого ваша жизнь проще на самом деле не стала. У вас только споры, только ссоры вокруг какие-то идут, довольно отвратительные. При этом вы свои позиции доказываете, ну, относительно одинаково. Что вы правы, кажется, когда слушаешь ваши предпосылки и аргументы. Что вот вы правы, кажется, если вас послушать. И у каждого из вас какие-то вразумительные вещи вы говорите. И трудно понять, кто из вас на самом деле прав. А мы скептики, мы просто не играем в ваши игры. Мы здесь вот как бы уходим, живем обычной своей жизнью. Мы организуем жизнь как нам больше на самом деле хочется. А не как требуют какие-то абстрактные принципы. Какие-то абстрактные религии, верования и так далее, так далее, так далее. Но если верование, оно как бы в нашем мире, оно доминирует. Мы можем как перрон быть жрецами. Перрон жрецом был, ну, насколько я помню. То есть он определенные жреческие вещи, ритуалы проводил. То есть перрон, судя по всему, если он был жрецом, выполнял функцию жреца, скорее всего, он и вел себя как жрец. И преподносил себя как жрец, скорее всего, тоже. Выполнял всю ритуалистику. Выполнял все, соответственно, предписания, которые, в общем-то, у него присутствовали по его должности. И так далее, так далее, так далее. Как бы он это делал, если бы он был скептиком? Если ему необходимо от всего воздерживаться. Скептической, Юрий. Почему вопросы такие странные? Вы же знаете, что я сомневаюсь в универсалях. Может есть, может нет. Но чаще всего озвучиваю критическую позицию по отношению к универсалиям. Вообще, на самом деле, номинализм, он нам сейчас нужен, радикальный номинализм. Я чаще всего на стороне радикального номинализма стою по всем вопросам, потому что в философии очень много универсалистов, и с этим хочется что-то сделать, соответственно. Как троп я использую номинализм. Троп. Литературный прием, считайте. Раз уж мы говорили о жизненном практическом мировоззрении, то последовательный скептик должен сомневаться в том, что непосредственно делает или не делает. Зачем сомневаться? Йоу, что в очереди, вот эта статья и все. И игра руина. Так, то есть, опять же, в данном случае скептицизм не имеет никакого отношения к практической деятельности. Да, вот с этим проблема, что он на самом деле не имеет никакого отношения к практической деятельности. Не является, да и не может являться практическим мировоззрением. Действительно. Не является и не может являться практическим мировоззрением. Более того, скептицизм вполне разрешает иметь практическое мировоззрение, ориентироваться на какие-то практические вещи он не запрещает проделать чтобы быть скептиком важно сомневаться в мыслимом и признавать являемые практика вся суть являемая иногда объясняемая мыслимом конечно вот например медицина есть суть практика которая есть суть набор феноменов определенные порядки действий которые производятся людьми в нашем феноменальном мире ну и они нам явлены мы их видим наблюдаем с одной стороны с другой стороны есть мыслимые системы которых объясняют мыслимые системы под сомнением и это нормально практика остается практикой и это тоже нормально секс-темпирик который был врачом мог проводить врачебные операции мог быть врачом мог исцелять людей мог делать все что угодно будучи при этом скептиком никаких вопросов и проблем здесь не возникало и не могло возникнуть и не должно было возникнуть упс значит человек который все-таки живет либо имеет какое-то жизненное мировоззрение которое с точки зрения скептицизма догматично имеет критерий практической деятельности а почему нет это как в игре я играю в игру я осознаю что я играю в игру и я могу сделать что-то в игре я могу отпиздить кого-нибудь в игре например да могу застрелить кого-то в gta san andreas могу я не знаю изнасиловать и йеннифер ведьмаки хотя вроде могу ну ладно если мог изнасиловал как говорится я делаю это не из каких-то своих этических принципов я делаю это потому что я это делаю на самом деле но вот воля так туда туда качнулась в принципе у скептика вот такое мировоззрение может быть что вот если мир свободен если тебе от твоих действий не будет сильно хуже то в принципе можно и вот такие интересные практики проделать значит человек который все-таки живет либо имеет к этой же на это прочитали до либо не обладает свободной волей 1 противоречит скептицизм в смысле противоречит скептицизм 2 не имеет к нему отношения молоке 2 10 дней имеет либо не имеет ну блин а что к жизненное мировоззрение ну я например почти наверняка подозреваю что если я кого-то убью наверное с очень большой вероятностью меня арестуют я буду сидеть в тюрьме это будет хуёво мне не будет не прием я будет неприятный в общем-то опыт скорее всего может быть конечно если меня будут там нормально так в общем пердолить может быть мне понравится да я могу сомневаться в том что это опыт будет очевидно неприятным но может быть посадка но может быть посадка на бутылку не так уж и ужасно но я что-то вот не хочу испытать сиденье на бутылке в наши дни мне как-то вот знаете хочется выдержаться пока что от сиденья на бутылке я очень очень хочу воздержаться от бутылки ребят бутылка мне пока что не подходит я ощущаю но сомневаться сомневаться в этом имею право и могу если человек тем не менее сделал выбор значит его сомнения были чем-то оттеснены на второй план да такое случается и у скептика такая может быть сомнение не контролировали 10 так сомнений никого ничего не контролирует в этом их фишка и в этом ну не проблема вот так и есть они ничего не контролируют это просто состояние в котором у вас догму нет мнений все и до сомнения постоянно оттесняются мнениями сомнения всегда оттесняются мнениями записываю записывая уже это выделил да просто скептик умеет с этими мнениями работать догматик не умеет все вот вся разница скептик может вернуться в состоянии абсолютного скептицизма догматик не может опять же человек просто взял и перенес какие-то вещи словеса и скептицизма на вообще все в мире и на феномены и на практику на жизнь там и вот на вот это все хотя нет никого толка это переносить она так не работает и я думаю это было очевидно даже скептикам что она бы так не работала это просто ну очень 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 странная вещь мне кажется что многого можно было бы избежать если бы он просто внимательно секс на эмпирику прочитал и тут не важно чем именно соматикой да нет нормально важно вот соматический решил решил или осознанным критерием первом случае налицо бессилие скептицизма перед природой секс на эмпирик скептицизм это литерали когда мы сомневаемся в мыслимом не отрицая феномена что как нам дана природа как феномен если природа заставляет на что-то делать сходить например в туалет мы идем в туалет можем сколько угодно сомневаться в том что мы пойдем в туалет но мы пойдем в туалет и скептицизме это как бы не учитывается сходить в туалет это феноменально феномен вот я испытываю некоторые неприятные ощущения что вот я хочу в туалет мой мочевой пузырь накапливается постепенно все больше и больше и больше если я буду долго терпеть он накопится настолько что будет очень резко болеть чтобы избавиться от этого состояния феноменально но скорее всего мне нужно сходить в туалет я делаю это я делаю это я молодец я справился с заданием скептицизм не применял он здесь и не нужен он к этой теме и не относился и никакая природа здесь не выше скептицизма что природа это вообще-то абстрактное понятие и в нем как раз можно сомневаться а вот мочевой пузырь ну вот феноменально наполняется чем-то я этого изнутри чувствую что у меня там где-то вот внутри бабы бабочки так скажем животе бабочки в животе желтые такие до обитают и с ними надо что-то сделать в первом случае на лицо бессы бессилия обезболиваю но можно обезболивающие вкалывать но тогда ты просто обосышься у тебя все штаны будут мокрые придется их стирать как подсказывает не феноменальный опыт во втором прямое отрицание скептицизма наличие критерия да только проблема заключается в том что скептицизм прилагается преимущественно к мыслимому не к практическому не к феноменальному мыслимому к теориям а если индивид тем не менее при принятии решений руководствуется либо эмоционально неосознанным либо субъективным либо безусловно догматическим то все эти варианты входят в противоречие со скептицизмом последовательный скептик разумею буриданова осла такого решения не примет а с чего этот человек решает какое решение примет или не примет абсолютный скептик ну то есть а где в скептицизме где в доктрине скептицизма написано что нужно воздерживаться от каждого действия или приходить какой-то ступор от каждого действия а в самом состоянии сомнению скептика нет желаний но они не чувствуются желание тоже отчасти догма но желание как таковые догма не так в этом состоянии скептик остается с являемым и мысленным как явлением без убеждений да да но желание они как бы в этом состоянии ну просто не к чему действительно стремиться то есть это отдельные состояния в которых тогда так вот можно побывать все в остальном но не прилагается практике зачем их практике прилагать то есть смотрите если бы хоть кто-то из скептиков предложил такой критерий скептицизма критерий не истины не этики неправдивости не хорошего неплохого именно скептицизма что нужно блять зависать перед каждым действием и тупить но тогда никто не был скептиком за всю историю человечества когда скептиков просто не существовало и тогда сам факт существования сообщества скептиков кажется довольно странным потому что любой человек могут друг друга заподозрить в том что не скептик просто потому что блять чел ты только что поссал и не думал об этом пять минут ты что не скептик блять что ты не сидел не смотрел на еду 20 минут тупя ты чё не скептик блять ты только что блять вот посрать пошел и короче посрал как блять да ты что ты чё не скептик что ли да то есть я думаю люди которые называли себя скептиками определенно понимали что вот такие процессы могут происходить и что распространять скептицизм на феноменальную сферу а феноменальная сфера это суть тоже и практическая она включает себя практическую сферу бесполезно бессмысленно не нужно и скептицизм вообще не об этом а человек взял сказал что в скептицизме просто тотальная акритериальный но так акритериали отсутствие критерия истинно на самом деле отсутствие критерий хорошего плохого ужасного прекрасного истина лжи непонятно где эти критерии скептицизм про это то есть они про то что их нет вообще в принципе он про то что мы не знаем их ну или я не знаю я скептик я их не знаю а вы их Знаете? Предоставьте мне, пожалуйста. Я хочу их увидеть. А, ну, я вижу, вы тоже не особо знаете. Я вижу, вы что-то как-то вот... Как-то вот что-то вот верите что-то в них. Ну, жалко. Жалко, что вы в них верите, конечно. Я думал, вы знаете. Вы так делали вид, что знаете, а вот вы верите, оказывается. Ну, вот печально, да? Печально. Ну, и вот дальше вот так вот оно и продолжается. Ну, блядь, ни один скептик не будет с вами спорить о том, блядь, а нужно ли ссать? Нужно ли срать? Нужно ли есть? Ведь в теории, как мыслимое, мы можем предположить, что возможны такие состояния, в которых есть не нужно. Как, знаете, йоги, которые сначала питаются одним йогуртом в год, а потом ничем вообще не питаются, питаются энергией солнца. Скептик вообще все, что угодно может говорить, Вячеслав. Вообще все, что угодно. Аргумент, что создатели скептицизма все-таки прожили жизнь, а стало быть скептицизм не менее, может быть, практическим мировоззрением, здесь не имеет силы. Почему? Why? Скептицизмом следует считать то, что им считалось, вне зависимости, следовали ли этому учению его создатели или нет. What the fuck? Скептицизмом следует считать то, что им считалось, вне зависимости, следовали ли этому учению его создатели или нет. Ну, вообще важно понимать, что создатели, скорее всего, ограничивали скептицизм своими, в общем-то, некоторыми способностями, ограничениями. И, например, сомневаться в феноменах, как я уже обозначал, просто невозможно. Нет никакого в этом смысла. Ну, вот есть поток феноменов, и они просто протекают. И вы их... вот они. Вот они везде просто, да, вот они присутствуют. И практика – это часть этого потока феноменов. И все. Это все, что можно пока что сказать, будучи скептиком, да. Я, например, испытываю приятные ощущения от того, что, я не знаю, я ем. Приятно? Приятно. Субъективно мне это нравится. И скептики на вот эти позиции не распространяли скептицизм. А смысл? Скептицизм следует считать то, что им считалось независимым, если следовали этому учению и создать или нет. Проблема заключается в том, что скептицизм следует, во-первых, воспроизведить. Да, с одной стороны, правильно отмечено. И с точки зрения некоторых сводов положений, с одной стороны, которые автор данной статьи прочитал довольно плохо, к сожалению. А с другой стороны, важно подходить к скептицизму и с точки зрения того, как создатели к нему относились. Потому что некоторые вещи можно расшифровать только таким образом. Потому что хуёвые переводы, потому что скептицизм не популярен, потому что о скептицизме долбоёбы писали очень часто, и они очень плохо его понимали. Вы не можете понять скептицизм, апеллируя только переводами текстов. Секста импирика даже. Потому что вот у секста импирика там написано. Воздержание от суждений. Я сижу и понимаю. Суждения. Суждения от суждений. Нед Фландерс, спасибо, дом Неда Фландерса. А я сижу и понимаю под суждением, что высказывание какое-нибудь. Блядь, ебал. Уже 10 раз смотрели. Ну ладно. А я сижу и понимаю, да, под скептицизмом соответствование. Под скептицизмом. Ну чё, чё-то я сказал там, ну вы поняли. То есть да, 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 да. Я сижу и понимаю под суждением непосредственно высказывание. А потом смотрю, а секста импирик писал высказывание. И думаю, ну ебать, секста импирик тупой. Ебать он идиот. Писал целые книги, где куча высказываний. А при этом писал, что скептицизм это воздержание от высказываний. Ну секста импирик не скептик. Про критику скептицизма. Но вот проблема как раз заключается в том, что открыть вот этот момент, что речь идёт не о утверждениях, которые сам секста импирик воспроизводил в огромном количестве, а о убеждениях. Ну это тоже можно отчасти вычитать в его текстах, помимо всего этого. Это можно только воспроизводя жизнь самих скептиков. Они как-то жили, они как-то это соотносили со своей жизнью и мировоззрением. И да, скептицизм можно расшифровывать и нужно расшифровывать. Исключительно, ну не только исключительно, в том числе с помощью жизни скептиков. Иначе мы просто многие вещи не будем понимать. Не будем понимать, как он вообще возможен. Как возможно иметь вот такой подход к миру? Оно возможно. Люди, судя по всему, имели такой подход к миру. Никиту Панкова? Нет. Любое учение, любая система исчерпывается и определяется сводом ее положения. А значит, мы должны согласиться, что люди, сформировавшие философию последовательного сомнения, сами же не могли исследовать в полной мере. А, ты встречался с ним, он хочет у тебя книжку попросить? Ну, пусть напишет мне где-нибудь, посмотрим. Соответственно. А что значит следовать ей в полной мере? Почему автор, не будучи скептиком и не вполне понимает, что такое скептицизм, выявляет какую-то меру скептицизма? Ну, я пытаюсь возродить в том числе скептицизм, скептическую философию, но в некотором другом уже обрамлении, совершенно другими основаниями, совершенно другими заходами, развивая его, увеличивая, создавая на его базе ортодоксологию, свою собственную дисциплину и так далее. Пытаемся его, в общем, возродить всеми силами, но люди не понимают. Эммануэл Кант совмещает скептицизм с догматизмом, да не совмещал он скептицизм с догматизмом, писал в критике «Чистого разума». Скептицизм есть привал для человеческого разума, где он может обдумать свое догматическое странствие и, ну, вроде, не знаю, хрен его знает, догматическое странствие и набросать план местности, где он находится, чтобы избрать дальнейший путь с большей уверенностью. Но это вовсе не место для постоянного пребывания. Такая резиденция может быть там, где достигнута полная достоверность познания самих предметов или границ, в которых заключено все наше знание. Бля. Так что же, получается, философия последовательного сомнения невозможна в качестве мировоззрения и настоящих скептиков не существует? Увы, этот вопрос мы должны ответить положительно. А что же делать с теми скептиками, которые существуют и которые только в мыслимом сомневались? Что же делать, собственно, с экстом-эмпириком, с абсолютным скептиком, который сформулировал концепцию абсолютного скептицизма? Что с ним делать? Что с шадовым делать? Который вообще постулирует, что скептицизм — это временное состояние, в котором можно пребывать только временно, а потом мнение постепенно начинает тебя захватывать, и ты с ними работаешь. Что в таком случае делать? То есть в понимании автора данной статьи, которую он выдумал абсолютно спонтанно, я не скептик. Но! Это исключительно его определение. Не имея в себе ничего, кроме доктрины, исследований и сомнений, скептицизм является ничем иным, как паразитом. Он, не имеющий в себе никакого позитива и даже собственной теоретической базы, может существовать только за счет других. Но скептицизм действительно может существовать в том числе за счет других, потому что в сомнении, без мнений, да, ну как, не то, что быть не может. Наверное, это базовое состояние скептицизма, но мы не сможем тогда как-то тематизировать скептицизм, если у нас нет мнений. До конца последовательный скептик, это мертвый скептик, это осел Буриданов, земля ему пухом. Обладая несравненным, но условным релятивизмом, скептик готов принять любую доктрину, но только лишь для того, чтобы ее же тут же ее разрушить. Будучи совершенно неуязвимым, поскольку не имеет в себе ничего позитивного, ничего собственного, что можно было бы подвергнуть критике, скептицизм, по сути, бессмертен. Вот с этим я согласен. Вот с этим я согласен. И проблема заключается, опять же, в том, что автор, ну, несколько раз насрал в штаны, тотально определяя скептицизм, и это очень печально. А здесь он абсолютно прав. Отсутствие мыслительных убеждений, мыслимых, убеждений о мыслимом, делает скептицизм неуязвимым для критики, потому что нечего критиковать. Это правда. Вот-вот просто ничего. Вы ничего не можете критиковать. Пожирая все и вся, скептицизм, как огонь, живет за счет уничтожаемого им позитива, и не боится угаснуть, ибо позитив будет всегда, пока человечество вынуждено жить, а стало быть и действовать. Скептицизм — это антимировоззрение. Это тот гносиологический кошмар, перед которым не может устоять ни одно теоретическое построение. Есть такое, не может. В общем, мощнейший, мощнейший, опаснейший, сильнейший скептицизм. С этим я согласен, что мощь просто величайшая. Никогда в истории честа не было более мощного разрушителя. Согласен. Только, к сожалению, его расхуячили христиане очень быстро. И сегодня ничего не осталось. И больше не было скептиков в Даш Адаму. Печально. И скептицизм, вне сомнения, нарушил бы само себя, если бы не имел в себе нечто. Он — ничто. Который ничтожит. Кстати, то, что скептицизм — это отчасти состояние ничто, это правда. Но то, что в этом состоянии нужно пребывать постоянно, чтобы называться скептиком, это неправда. Нейтрально девочка с Лимфу Ди Оверсайз. Не знаю, Андрей, не знаю. Так, скептицизм — великий санитар, доставляющий на свалку истории самые нежизнеспособные человеческие мысли и готовый доставить туда всё и вся, и себя в том числе. Ну, я себя не готов. Если бы сама лично не понимала утопичности полного истребления позитива. Позитив смешное. Скептицизм — это фактор естественного отбора в области мысли. Это неотъемлемая составляющая эволюции, блядь, куда бы она ни вела. Это тот огонь, огонь, который готовит тугоплавкий металл, для чего бы он ни был нужен. И хотя нельзя одновременно жить и быть последовательным скептиком, да, блядь, можно быть последовательным скептиком, чел, просто у тебя понимание последовательного скептика просто ебанутейшее. Ты сразу задвинул невозможные критерии. Всё. Конец. В этом весь прикол твой. Ты взял сразу и невозможные критерии дал скептика. И он у тебя не соответствует тому, который был у секса и эмпирика и у меня, и много у кого. Всё. Это проблема.